Казахстанские ученые рассказали, как их заставляли пропагандировать послание президента Токаева. По планам чиновников, они должны были дать восторженное интервью телеканалу Хабар. Ученые не согласны ни с использованием своего имени в пропагандистских целях, ни с самими инициативами Токаева. Президент, еще даже не назначив срок очередных досрочных президентских выборов, уже начал свою, скажем, агитационную предвыборную кампанию. Национальный фонд Казахстана терпит гигантские убытки — 634 миллиарда тенге. Это более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Из-за чего возникли такие потери и что ожидает главную копилку Казахстана? Я не могу сказать, что это крах. Это не крах. Пока что рыночного краха нет. В Кыргызстане снова заговорили о случаях женского обрезания. Политики утверждают, что у них есть достоверная информация об искалеченных девушках. Чиновники уверяют, подобная процедура в стране запрещена. Но есть еще и фанатики. Они считают, что если будет такая процедура, то женщина не сможет изменять мужчине. Ну, как бы это глупо. Как бы это глупо не звучало на камеру. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Ну, а начинаем с новостей из Великобритании. Врачи королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья. Она находится под медицинским наблюдением в своей резиденции в Шотландии. В замок Балмурал выехали ее дети, а также внуки принца Уильяма и Гарри. В этой резиденции она находится с июля. Позавчера 96-летняя Елизавета в этом замке приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьера. И назначила главой правительства Ли Страсс. Премьер-министр уже заявила, что вся страна глубоко обеспокоена новостями о состоянии здоровья королевы. С конца прошлого года, по данным Букингемского дворца, у королевы проблемы с передвижением. Из-за этого она стала реже принимать участие в публичных мероприятиях. А вчера по совету врачей отменила совещание с правительственными министрами. Оно должно было пройти в онлайн-формате. Все последние новости о здоровье королевы Елизаветы II смотрите весь вечер в эфире нашего канала «Настоящее время». Не пропустите и оставайтесь с нами. Ну а теперь горячим новостям. Центральной Азии казахстанских ученых заставляют пропагандировать президентское послание. Об этом сегодня заявили сами преподаватели. Они не согласны с позицией главы государства. По их словам, разнарядка пришла из Министерства высшего образования. При этом мнение людей никто не спрашивал. Подробности скандала выяснял Даурин Хайргельзе. Директор Института Алаш при Евразийском национальном университете разочаровался в сентябрьском послании президента. Султан Хан Акулы рассчитывал услышать из Устокаева о принципиальных политических изменениях в стране. О переходе от суперпрезидентской к парламентской форме правления. Вместо этого глава государства объявил о проведении внеочередных президентских выборов. На съедущий день после послания в университет поступает, скажем, ценные указания, медиаплан о том, кто, когда, в каких средствах массовой информации должен разъяснять, иначе говоря, расхваливать, пропагандировать это послание. Это в буквальном смысле означает, что действующий президент, еще даже не назначив срок очередных досрочных президентских выборов, уже начал свою, скажем, агитационную предвыборную кампанию. Вот так выглядит эта разнарядка, которую в Министерстве высшего образования называют предложением в медиаплан. Здесь указана и тема семинара, и какой государственный телеканал приедет снимать об этом сюжет, и даже спикер уполномочены дать интервью. А в нижнем углу указаны данные координатора, который отвечает за это мероприятие. Акционерное общество «Фонд науки» было создано в 2006 году со стопроцентной долей государства. В том же году его передали в ведение Министерства образования и науки. Мы связались с аналитиком одного из департаментов этого фонда, Махабад Садвакасовой, чье имя было указано как контактное лицо в той самой разнарядке. Возможно, речь шла по мероприятиям плановым, археологические раскопки, экспедиции, фондов, конференции. Все, что собиралось ежегодно. В послании про археологические раскопки ничего не говорится, а тут именно конкретно послание. Ладно, ничего не буду говорить. Все равно напишешь про меня. Пропаганда послания не единственная, чем возмущены ученые столичного университета. По их словам, выборы в стране – стрессовый период для преподавателей и студентов. Людей заставляют голосовать за конкретных кандидатов. В высших учебных заведениях очень много совершеннолетних студентов, поэтому каждый раз перед выборами включается административный ресурс. И молодежь, которая имеет право голоса, гонят на конкретные избирательные участки, а в случае отказа грозят последствиями, вплоть до отчисления из университета, или увольнением, если отказывается работник вуза. Комментировать на камеру скандальные заявления своих сотрудников руководство университета отказалось. Вместо этого пресс-служба вуза пообещала прислать письменный ответ сегодня до 6 часов вечера. Евразийский национальный университет сообщает, что не разрабатывал медиаплан по этой теме. И никаких инструкций на этот счет из Министерства высшего образования вуз не получал. При этом обращаем внимание на то, что мысли, высказанные отдельными сотрудниками вуза, являются их личным мнением. Ученые предполагают, что после сказанного на них будут оказывать давление руководство вуза и чиновники. Но отказываться от своих слов они не намерены. И добавляют, проведение выборов в условиях, когда административный ресурс, сосредоточен в руках одного из кандидатов, почти невозможно. К слову, на организацию голосования по всей стране бюджет уже выделил больше 40 миллионов долларов. Даурен Харигельтин, Ганезат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан. В 20 миллиардов тенге или свыше 40 миллионов долларов обойдутся казахстанцам досрочные выборы президента. Об этом, отвечая на вопросы журналиста в кулуарах Мажелиса, сообщила вице-министр финансов Казахстана Татьяна Савельева. На внеочередные парламентские выборы в 2023 году трата ожидается еще больше. Из государственного бюджета выделят 25 миллиардов тенге или почти 53 миллиона долларов. Напомню, 1 сентября президент Казахстана Касым Жомар Токаев объявил о проведении досрочных президентских выборов этой осенью и внеочередных парламентских выборов в 2023 году. С учетом изменений и новых поручений в этом году будут выделяться деньги из резерва правительства. Сейчас ЦИК ведет расчеты. Это приблизительно 20 миллиардов тенге. Почему идет увеличение расходов? Во-первых, само повышение минимальной заработной платы. Практически 90% всех расходов, связанных с выборами, это заработная плата членов избирательных комиссий. В прошлых выборах участвовало 65 тысяч человек. В этом году будет свыше 70 тысяч. Расчет их зарплаты идет с учетом минимальной заработной платы. Через три месяца после принятия поправок Конституции Казахстана, которые были одобрены на референдуме, некоторые родственники Касым Жомар Токаева все еще находятся на своих постах. И это при том, что одно из изменений подразумевает запрет близким родственникам политиков занимать государственные должности или посты руководителей субъектов квази-государственного сектора. Еще до референдума министр юстиции заявил, что зять Токаева, муж его сестры Темиртай из Бастин, оставит пост посла в Болгарии. Изменилась ли позиция Минюста сейчас? Репортаж Радио Азатык. После референдума по поправкам Конституции в основной закон Казахстана внесли 56 поправок, в том числе пункт о том, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих и руководителей субъектов квази-государственного сектора. Накануне референдума министр юстиции говорил, если поправки примут, то зять Токаева Темиртай из Бастин освободит пост посла Казахстана в Болгарии. Как только такой запрет будет введен, естественно, все будет приведено в соответствии с законодательством. То есть его снимут с должности, правильно? С ним вот это, наверное, термин, еще пришедший к нам из какой-то советской эпохи. Он освободит эту должность, поскольку по закону не сможет ее занимать. Референдум прошел. Поправки вступили в силу три месяца назад. Но муж младшей сестры Токаева из Бастин все еще работает послом. Теперь министр юстиции комментирует вопрос несколько иначе и говорит, что не знает из Бастина. Список родственников, лиц, которые должны освободить должности, есть в законе, в Конституции. То есть Избастин в этот список не входит? Я не знаю такого человека, как Избастин. Посол в Болгарии? Посол или не посол, это зависит от родства. И какое родство должно быть в таком случае? В законе все указано. Министр Канат Мусин, говоря о законе, ссылается не только на статью 43 Конституции, но и на ограничения, предусмотренные в законе о противодействии коррупции. Супруг Карлогики Мелевны в девичестве Токаевой Тимиртай Избастин руководил дипломатической миссией Казахстана в Болгарии с 2009 года. После прихода Тукаева на пост президента в 2019 году он был назначен послом. А затык позвонил в посольство в Софии. Поднявший трубку сотрудник сообщил, что с редакцией свяжутся позже. И прервал разговор. Племянник Токаева, сын Тимиртай Избастин Абикет Избастин, работает генеральным директором компании PSA, дочерней организации национальной компании «Казмуной газ». Она считается субъектом квази-госсектора. Ну а в Казахстане тем временем не утихают пожары. Огнем охвачены три лесных хозяйства в Восточно-Казахстанской области. Как сообщает в МЧС, тушение осложняет труднодоступные горные местности и погодные условия. Власти опровергают информацию об эвакуации жителей и уверяют, опасности для населенных пунктов нет. Продолжается борьба с огнем и в Карагандинской области. Пока локализованы только крупные очаги. Огнеборцы Павлодарской области сообщили, что сегодня им удалось предотвратить переход огня из Карагандинской области на свою территорию. Напомню, уже почти неделю пожары ежедневно вспыхивают по всей территории Казахстана. Сумма ущерба еще подсчитывается. На данный момент известно, что убытки фермеров исчисляются сотнями миллионов тенге. В Министерстве сельского хозяйства заверяют, посевы зерновых пострадали незначительно и на продовольственную безопасность страны это не повлияет. Президент Токаев заслушал отчеты Акимов о напряженной работе по тушению пожаров в регионах. После глава государства поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами. Оказать помощь Казахстану в ликвидации последствий лесных пожаров готов Узбекистан. С подобным предложением выступил президент Шавкат Мерзиёев. Национальный фонд Казахстана терпит убытки. По данным Министерства финансов по состоянию на 1 сентября, инвестиционная политика Национального банка привела к отрицательному результату. Убытки нацфонда 634 миллиарда тенге. Это более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Для сравнения, на начало этого года доход фонда составлял 3,4 миллиарда долларов. Из-за чего возникли такие потери и что ожидает главную копилку Казахстана, расскажет Тимур Ермашев. Сразу после объявления Касымжумартом Токаевым инициатива о создании так называемого фонда детей, куда будет начисляться половина всех инвестиций казахстанского нацфонда, многие родители стали подсчитывать, о каких конкретно суммах может идти речь. Буквально на следующий день после исторического обращения к народу Минфин опубликовал отчет. К началу сентября этого года Национальный фонд не заработал ничего и даже резко ушел в минус. Общая сумма убытков выглядит весьма внушительной – более 1,3 миллиардов долларов. При этом еще три месяца назад инвестдоход превышал 2 миллиарда, а в начале года 3,4 миллиарда. По мнению экономиста Армана Бесимбаева, такой результат вовсе не говорит о непрофессионализме управленцев Нацбанка, отвечающих за инвестиционную политику. Казахстан столкнулся с той же проблемой, что и остальные игроки на мировом финансовом рынке. Те активы, которые у нас вложены по широкому спектру, провалились практически все в цене. Я не могу сказать, что это крах. Это не крах. Пока что рыночного краха нет. Рынок пока проседает. Финансовый рынок Соединенных Штатов проседает. Посмотрите на котировки S&P 500 и Dow Jones. Они достаточно сильно просели с пика прошлого года. Европейские ценные бумаги практически по широкому спектру проседают. К вопросу о создании фонда детям, куда будет начисляться 50% всего инвестиционного дохода. Эта инициатива выглядит обнадеживающе и только на первый взгляд. Если взять за основу даже прошлогодний доход от инвестиций, отнять от него половину и разделить на общее количество детей, то каждый несовершеннолетний казахстанец получил бы сумму, едва превышающую 250 долларов. Политолог Димаш Альжанов полагает, что Токаев, говоря о намерении делиться с народом-богатствами страны, просто использовал этот ход в начале своей предвыборной кампании. С каким багажом идет Токаев на эти выборы? Естественно, все помнят Кантар, все помнят груз его приказа. И теперь надо снизить градус критики в обществе, градус протестности в обществе. Как это можно сделать? Определенными, достаточно неглубокими, но громкими обещаниями. Если сейчас мы уже видим, что все его обещания в реальности не меняют серьезную ситуацию, то они как раз таки призваны сыграть именно на эмоциях людей. Идея о перечислении детям половины инвесдохода нацфонда в реальности будет выглядеть так же, как и разрешение на изъятие излишков из пенсионных накоплений. Оно также заявлялось как желание помочь людям решить свои жилищные проблемы. Однако порог достаточности пенсионных активов оказался столь высоким, что воспользоваться этими деньгами смогла лишь малая часть населения, которая и без того в жилье не нуждалась. Что касается самого нацфонда, то большинство экономистов сходятся во мнении, что поступления будут снижаться по мере того, как нефть будет играть все меньшую роль в мировой энергетической системе. На данный момент в фонде скопилось свыше 60 миллиардов долларов. Но насколько хватит этих денег, когда цена на основной экспортный товар Казахстана, нефть, начнет падать, сказать не может никто. В Кыргызстане продолжает разгораться золотой скандал. Теперь его участником стал брат президента Садбира Джапарова. В сети появилось фото, на котором мужчина, похожий на Садбира Джапарова, держит в руках золотые слитки. Пресс-секретарь президента и сам глава государства подтвердили его личность. Все это происходит на фоне тайного вывоза из Кыргызстана 19 тонн золота. Камила Валиева продолжит. Это фото появилось в сети накануне. Пользователи соцсетей сразу узнали в мужчине справа брата президента Садбира Джапарова Садбира Джапарова. Рядом с ним стоит человек в жилетке с турецким флагом. В руках у обоих золотые слитки. Фото поспешил прокомментировать пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев. Это старое фото никакого отношения к текущим делам не имеет. Какого года это фото? Оно сделано в 2016-2017 годах. Но пресс-секретарь, кажется, только усугубил ситуацию. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в те годы Садбир Джапаров выглядел по-другому. В то же время журналисты издания «Политклиника» выяснили, что и на золотом слитке, и на жилетке второго мужчины изображен логотип турецкой финажной компании «Ахлачи Металь Рафинери». Журналисты также установили, что фото сделано на территории завода. А еще весной бывшая соратница Садбира Джапарова Джалдоскан Джалдошева говорила в интервью, что часть золота Кыргызстана уходит в Турцию. Мне часто присылают анонимные письма. В одном из них говорилось, что близкие родственники главного человека в стране отправляют и хранят в банковских ячейках Турции золотые слитки. Вместе с этим в Турции очень развит черный рынок. Там очень хорошо продается наше золото. На второй день скандала в него вмешался сам президент. В интервью изданию Кабар он подтвердил, что мужчина на фото – его брат. И кадр сделан действительно в Турции. Поездка якобы состоялась после того, как лондонская биржа ограничила продажу золота из Кыргызстана. Однако Турция захотела его покупать. Не нужно делать из этого трагедию. Ни грамма золота им в итоге продано не было. Помимо Турции такие предложения поступали из порядка десяти стран. Мои родственники думают, чем бы помочь стране. Когда лондонский рынок драгоценных металлов ограничил продажу нашего золота, все они переживали. Тогда, оказывается, он и поехал в Турцию с мыслью, что может помочь. Никто от имени государства его об этом не просил. Золотой скандал в Кыргызстане не утихает уже четвертую неделю. С тех пор, как стало известно, что государство тайно продало свыше 19 тонн металла на миллиард долларов. Президент Садыр Джапаров даже заявил, что название страны-покупателя не сообщают в целях безопасности. Однако журналисты выяснили, что золото у Кыргызстана купила Швейцария. Камила Валиева, Саматал Жбаев, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан. Если вы смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на наш новый канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. В Кыргызстане снова заговорили о случаях женского обрезания. Политики утверждают, что у них есть достоверная информация об искалеченных девушках. Чиновники уверяют, подобная процедура в стране запрещена. Но есть еще и фанатики. Они считают, что если будет такая процедура, то женщина не сможет изменять мужчине. Ну, как бы это глупо, как бы это глупо не звучало на камеру. Вы смотрите программу «Азия». Мы продолжаем. Власти Таджикистана озвучили причину закрытия магазинов религиозной литературы в Комитете по делам религии, регулированию традиций, праздников и обрядов. Заявили, что дело в незаконном возе и продаже религиозных книг. По словам чиновников, литература не прошла религиоведческую экспертизу. Кроме того, якобы поступают жалобы от авторов за несоблюдение их прав. В Комитете по делам религии заверяют, что закрытие носит временный характер, а изъятые книги изучаются и рецензируются. Отмечу, магазины религиозной литературы в районе центральной мечети Душанбе были опечатаны неделю назад. С чем связано их закрытие, власти тогда не объяснили. В магазинах в основном продавали религиозную литературу, изданную с разрешения Духовного комитета Таджикистана или привезенную из-за границы. Ранее международные правозащитные организации обвинили власти Таджикистана в ограничении религиозных прав граждан. Таджикистанские чиновники обосновывают эти ограничения необходимостью борьбы с радикализмом. Выехать из страны в короткий срок или попасть в армию – с таким выбором столкнулись туркменистанские студенты. Парни, которые поступили в российские вузы, должны покинуть Туркменистан до 1 октября. Как сообщают источники сайта Turkmen News, в военкоматах после этой даты перестанет действовать отсрочка от армии. Перед российским консульством в Ашхабаде большие очереди. По данным издания, попасть на прием сразу можно через взятку полицейским, они дежурят у входа в здание. В противном случае ожидание в очередях затягивается на недели. Наличие российской визы также не гарантирует, что студенты смогут улететь. Нередко туркменистанцев снимают с рейсов. Иногда это обосновывает тем, что вузы, в которые они поступили, не внесены в список одобряемых властями. Официальную информацию о том, что отсрочка от армии действует только до 1 октября, не озвучивали. Государственные СМИ, напротив, сообщают, что согласно закону, всем выпускникам школ гарантируется одна попытка поступления в вуз. Отмечу, ранее молодых людей в Туркменистане нередко забирали в армию сразу после получения школьного аттестата. Бывший премьер Кыргызстана Феликс Кулов рассказал, что в стране тайно практикуется женское обрезание. В Минздраве страны сразу выступили с заявлением, что процедура опасна для здоровья и запрещена законом. Тем не менее, от ведомства требует провести проверку и выяснить, были ли случаи женского обрезания в стране на самом деле. Тема продолжит Джебек Бегалеева. Аида Исатпек-Кызы – депутат парламента Кыргызстана. Несколько дней назад она написала пост, в котором предложила помощь жертвам женского обрезания. Эту процедуру практикуют в некоторых странах мира. Однако о том, что подобную операцию проводят и в Кыргызстане, Аида услышала впервые. Они считают, что если будет такая процедура, то женщина не сможет изменять мужчине. Как бы это глупо не звучало на камеру. Аида готовит запрос в Минздрав. Она хочет узнать, были ли в стране случаи нанесения увечий половым органам женщин. Но за то время, пока оформляются документы, к депутату еще никто не обратился. Это такая вот, знаете, щепительная тема очень, что даже если у нас будут такие факты, не все могут об этом открыто заявить, что есть такие факты. Поэтому давайте все-таки дождемся решения Минздрава. И если такие факты будут, я еще раз повторюсь, я как женщина, которая, как говорится, защищает права женщин и детей, готова сама все это дело довести до самого суда. Об этой проблеме впервые заявил бывший премьер Кыргызстана Феликс Кулов. Он поделился в Фейсбуке историей о том, как подобную операцию сделали студентки. После этого она якобы даже не могла сидеть и посещать занятия. По словам политика, это не первый раз, когда он слышал о том, что в Кыргызстане тайно практикуют женское обрезание. Я находился в одной компании, и там разговор зашел, что одной девочке хотят такое сделать. Я сразу заинтересовался, в чем дело. Но мне сказали, что эта семья потом уехала в Турцию. Я понял, что они дальше уже планируют, судя по разговору, уехать уже в Сирию. Поэтому на этот раз, говорит Кулов, власти страны должны как-то отреагировать. В Минздраве Кыргызстана и вправду сделали заявление. В ведомстве сообщили, что женское обрезание в стране запрещено. А потом я смотрю в интернете, некоторые выступают, так скажем, сектанты, я их назову, да, исламские, против, понимаете, решения духовного управления мусульман и против решения и дагестанского, значит, и карабалтинского, кабартино-балкарского муфтията. Я понял, что проблема, наверное, все-таки, она угрожающая тенденция имеет, и надо каким-то образом меры принимать. Духовном управлении мусульман Кыргызстана считает, что такой проблемы в стране не существует, поэтому говорить об этом тоже лучше не стоит. Обрезание женщин не является такой же обязательной процедурой, которая практикуется среди мужчин. То не надо рассматривать этот вопрос как серьёзную тему, поскольку в нашем ханафийском масхабе женского обрезания нет. Известная проповедница Джамал Фронпек Кызы много лет работает с женщинами-мусульманками, однако о проблеме обрезания она никогда не слышала. Я никогда не слышала, чтобы кому-либо в Кыргызстане делали обрезание, хотя такая фетва есть, но она есть в Йемене, Египте. Вообще, какие-либо недопонимания исламских догм происходят не из-за необразованности проповедников, а из-за того, что наши граждане сами не стремятся углублять знания. Хотя, в первую очередь, именно каждый человек ответственен за себя. По данным ЮНИСЕФ, обрезание перенесли как минимум 200 миллионов женщин, живущих в 30 странах мира, 44 миллиона пострадавших, девочки в возрасте до 15 лет. Практика калечащих операций существует и в Республике Дагестан Российской Федерации. Юбек Бегалиев, Асамат Алжбаев, Настоящее время Азия, Мешкек, Кыргызстан. Ну что ж, это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире на канале Настоящее время Азия. В Ютьюбе. Больше информации на нашем сайте currenttime.tv. Всего доброго. Перемещаться между городами здесь тяжело. Грузовик тонет, будто попал в зыбучие пески. Северо-восточные штаты одни из самых бедных в Бразилии. Я не теряю надежд, что когда-нибудь тут построят нормальную дорогу. Как говорится, надежда умирает последней. Моей уже 20 лет стухнуло. В Финляндии в поездах не замерзнешь. И даже можно пофлиртовать с попутчиками. Правда. Сначала думаешь, мне плохо, а потом нет. Чувствуешь себя отлично. Можно также брать уроки языка. А еще выбрать лучшую льдинку. А еще выбрать лучшую льдинку.